Президент Владимир Путин выступил в Кремле с посланием к Федеральному собранию. Он начал его с перечня задач, стоящих перед страной. Президент отметил, что решать вопросы в экономике, социальной жизни и внешней политике приходится в сложных, неординарных условиях. И подчеркнул, граждане России доказали, что способны отвечать на непростые вызовы и отстаивать национальные интересы. Владимир Путин начал обращение с оценкой общественно-политической ситуации в стране, подчеркнув, что российские граждане демонстрируют единство и сплоченность. Но при этом рассчитывают на уважение к своим правам и свободам. Президент отметил, что в стране выросла роль и укрепился авторитет законодательной власти, что показала и избирательная кампания. Мария Владимирова продолжит. Одна из первых тем, на которой остановился Владимир Путин – здравоохранение. Он отметил, что смысл всей политики государства – это сбережение народа как главного богатства страны. Важнейшее достижение – это продолжающийся прирост населения. Коэффициент рождаемости – 1,7. Это выше, чем у других стран. В 2017 году этот показатель будет ещё немного выше – на уровне 1,78. По всей стране строятся перинатальные центры, увеличиваются объёмы оказания высокотехнологичной помощи. За последние 10 лет её объём увеличился в 15 раз. Новая задача – сократить сроки ожидания операции. Несмотря на все достижения, отметил Владимир Путин, проблемы в здравоохранении ещё остаются. Надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраняют в целом их ещё очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. Нередки случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, а у медицинских работников элементарно не хватает квалификации, чтобы применить это оборудование. Начиная с будущего года на базе федеральных и региональных медицинских центров и вузов будет организована регулярная переподготовка врачей. При этом специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам выбрать, где и как повысить свою квалификацию. Продолжим наращивать и уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобный и простой запись на приём введения документации. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха, отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом. Кроме того, предложено в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны, даже в отдалённых районах, чтобы специалисты могли использовать возможности телемедицины и консультироваться с другими медиками. Наряду с этим нужна и хорошая оснащённость санитарной авиации. Уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны, которые получат средства из федерального бюджета. Прежде всего это Сибирь, Север, Дальний Восток. На эти цели депутаты знают об этом. Это была в том числе и ваша инициатива. В 2017 году на закупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено, во втором чтении это должно пройти, 3,3 миллиарда рублей. Далее глава государства затронул тему образования. Дети должны учиться в удобных и комфортных условиях. Поэтому продолжатся программы реконструкции школ. Дополнительные усилия будут направлены на повышение квалификации учителей. К 2019 году планируется создать примерно 190 тысяч новых школьных мест. Таким образом, в классах не должно остаться третьих смен, а далее и вторых. В школах необходимо развивать творческое начало. Важно воспитывать культуру исследовательской и инженерной работы. Здесь особую роль играют технопарки, число которых в регионах постепенно возрастает. Глава государства особо отметил и целесообразность создания в регионах центров поддержки одарённых детей. Такую задачу он поставил перед губернаторами. В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип. Каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача. Молодое поколение, отметил президент, надёжная опора России. Они занимаются уходом за больными, образованием, спортом, культурой, краеведением, заботой о культуре и животных. Особая примета нашего времени, сказал Владимир Путин, широкое вовлечение граждан в различные благотворительные акции. Люди помогают искренне, бескорыстно, следуя велению своего сердца. Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтёрских и благотворительных движений некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрств, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже приняты. О губернаторах и муниципальной власти президент попросил не жадничать, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческой организации. Деятельную позицию граждан необходимо ценить, сказал глава государства. Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас. Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативу. Особенно, когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно. И когда так происходит, действительно хочется спросить, а вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в кабинетах служебных возникают, что это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки? В следующем году государство направит регионам 20 миллиардов рублей на программу благоустройства, в том числе и моногородам, а участвовать в распределении средств должны сами жители. Далее президент остановился на теме сельского хозяйства. Владимир Путин отметил, сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоёвывает мировой рынок. В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Надо дать им больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Необходимо уделить особое внимание и поддержке сельскохозяйственной кооперации. Далее президент сказал о перенастройке налоговой системы. До 2018 года нужно подготовить и принять поправки в налоговый кодекс, а затем ввести их в действие. Далее. Мы серьёзно обновили правовую базу в сфере предпринимательства. Сейчас важно обеспечить эффективное правоприменение. И прежде всего на местах. Обращаю внимание, в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса, разрешение на строительство, доступ к инфраструктуре и так далее и тому подобное должны в полной мере соответствовать требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам. Число проверок бизнеса должно сократиться, а их качество увеличится. Нужно оказывать адресную помощь начинающим бизнесменам. Необходимо определить правовой статус самозанятых граждан и дать им спокойно работать. Особое внимание Владимир Путин обратил на борьбу с коррупцией. Она не должна быть своеобразным шоу вокруг резонансных случаев и требует профессионализма. Только тогда борьба с коррупцией получит должную оценку от граждан. Когда народ чувствует свою правоту, действует сплоченно, он уверенно идет к избранному пути. В последние годы нам было непросто. Но эти испытания сделали нас еще сильнее. Действительно сильнее. Помогли лучше, четче определить те направления, по которым надо действовать еще более настойчиво и энергично. Преодолевая текущие трудности, мы создали базу для дальнейшего движения вперед. Не прекращали работать над повесткой развития, что чрезвычайно важно. То есть мы не углубились в какие-то мелочи текущего дня. Не занимались только проблемами выживания. Мы думали над повесткой развития и обеспечили ее. И сегодня именно эта повестка становится главной, выходит на первый план. Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Мария Владимирова, Телеканал Север.